Спасибо, Вашеанг! Мы начнём с коротких комментариев. Вы нащадками. Вот именно поэтому, наверное, этот свет и сделали это освещение, потому что я провёл 250 панель в составе зенит. Следующий раз я приду сюда в солнечном фронте за защитных очках. Хорошо, начнем. Прежде всего, я хочу поблагодарить и поздравить с Автодором за то, как они играли. Они играли очень хорошо. В первой половине мы не играли хорошую защиту, иногда потому что наша концентрация, но также потому что они играли очень хорошо. В первой половине мы играли не слишком хорошо, показывали слишком хороший баскетбол, не только потому что плохо играли в защите сами, но и потому что Автодор здорово выглядел. В второй половине, начиная с третьей четверти, мы начали чуть удачнее и успешнее играть в обороне. Но это было в последней половине, когда мы закрывали наш рим. В первой половине мы получили 10-3, а в второй половине — только 3. и в четвертой четверти мы сумели закрыть на замок свое кольцо, полетели трешки, дело пошло, наладилось. И наш гейм в обороне был стабильным, мы, более-менее, мы нашли много обороны в обороне. И, что касается атаки, мы начали находить свободное пространство от свободных игроков для того, чтобы наносить броски. Несмотря на то, что было слишком много турноверов, не смотря на то, что было слишком много потерь. Но мы закрывали этот гейм с победой, и теперь мы должны успешно восстановиться для следующего гейма в Казани. Да, я говорил со своими игроками перед началом матча и сказал вам… И, как я говорил, когда я делал речь перед началом матча, что один команда хорошо тренирует и готовит. Мы знали до матча, что совершенно точно легко не будет. Да, пожалуйста, Михаил. Зенит, уже второй матч подряд, выбирает броди-стач. Зенит, уже более 100 пунктов. Это случилось спонтанно? Или это твоя голова? Как тренер, я могу вам сказать, что я не требую еще больше, чем забивать как можно больше и пропускать как можно меньше. В целом, в обоих матчах прошедших мы здорово действовали в нападении. Но, противно, мы должны улучшить нашу трансляцию. Но, что касается игры в обороне, мы по-прежнему должны добавлять. Особенно это касается моментов при переходе из атаки в оборону и возвращения. И, в последние секунды посещения, мы делаем много ошибок. Ну, и должен сказать, что в последние секунды владения мы допускаем слишком много ошибок. Да, Ирина. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз с юбилейным матчем. Конвертилийте вы, Цукамли, 55th anniversary. Георгий Жбанов сегодня провел отличный матч. Можете назвать его кондитивных факторов? Да, я очень рад, очень доволен за Георгий. Да, я очень рад, очень доволен за Георгий. Я должен сказать, что он великолепно провел пресс-сезон. Но, после этого, он уничтожил немного уверенность. И он был немного под тем, что он практиковал, потому что он практиковал очень хорошо. Но, после этого, он немножко утратил уверенность в себе и увидел чуть меньше, чуть хуже, чем то, как он выглядит на самом деле на тренировках. Сегодня Георгий и Игорь помогли нам очень сильно в этой встрече. Они придали баланса нашей игры в обороне и помогли на подборах. И, конечно, они не промахивались в те моменты, когда у них была возможность забросить. Игорь Михайлович и Игорь Михайлович. А уже завтра мы начнем готовиться к встрече в Казани. Это важный матч. Уникс – качественная команда. Конечно, мы настраиваемся на победу и хотим победить. Уникса огромный опыт выступления в Единой Велигии УТВ. Поэтому мы знаем, что если мы хотим выиграть, нам придется сыграть на максимальной возможности и очень хорошо сыграть. Игорь Михайлович и Игорь Михайлович и Игорь Михайлович. Игорь Михайлович и Игорь Михайлович и Игорь Михайлович и Игорь Михайлович. Внутри команды у нас есть подобные вещи, подобные традиции. Возможно, Амари расставится. Я не знаю, это не то, что игроки занимают. Вы должны спросить игроков. Поинтересуйтесь у них. Последний вопрос. Андрей Михайлович. Здравствуйте. С 250 матча у вас. Хотел бы уничтожить такой момент. В прошлом сезоне третья четверть для «Зенита» была «Айхилесовой пятой». В этом сезоне по двум матчам есть ощущение, что в начале третьей четверти команда прибавляет, и эта «Айхилесовая пятой». Зенита будет разрушена. Он потихонечку удаляется. То есть это уровень соперника такой, или действительно сам «Зенит» потихонечку этот проблем избаляется? Айхилесовая пятой четверти. Мы были проблемы в третьей четверти, в прошлом сезоне. Много раз это было как «Айхилесовой пятой». Вы видите? Потому что слишком много раз мы потеряли третья четверти. И теперь это было по-другому. Потому что мы разрушили игра, и разрушили игру, и разрушили игру. Я работаю для того, чтобы выиграть в каждой из четырех четвертей. Это не что-то, что происходит через стратегию, или что-то такое. В этих двух победах, в частности, когда мы работаем в «Локеруме», мы говорим о «Дефенсе», о том, как улучшить какие-то проблемы. В раздеводке мы постоянно говорим о том, как решить ту или иную проблему, как улучшить нашу игру. Поэтому мы стремимся преуспеть в каждой из четвертей. Но мы обеспечили это много раз. В игре есть 40 минут. И самое важное, что в конце игры — это победить за один. Дело не в четвертях. Мы просто много раз говорили о том, что игра продолжается 40 минут. И главное — вести в счете финальный серий. В дисклое. Веррие. И все-таки и танец.